К ней может подключиться как аппарат для того, чтобы через маску больному подавать кислород, либо может подключиться аппарат искусственной вентиляции легких для более тяжелых больных. Вот такие кислородные датчики гастроэнтерологическому отделению вообще-то без надобности. Но сейчас в этих палатах готовятся принимать больных коронавирусом. В пятой городской больнице полным ходом идет вынужденная реконструкция. Тяжелых пациентов, именно как бы мы, не предлагается ведение. Мы ведем пациентов с легкой степенью тяжести, будем вести. То есть осмотр, прием, первичный осмотр, оценка жизненных важных функций, то есть назначение первичного лечения и обследования пациента, при необходимости лечения сопутствующих заболеваний. В этом отделении при необходимости могут наблюдаться 19 человек. Всего в больнице в режим повышенной готовности переведут 7 отделений, в том числе реанимационные. Большой штат у нас, потому что у нас на данный момент 3 реанимационных отделения. Это вот наше специализированное реанимационное отделение. Общая реанимация есть, это больше 30 специалистов в точности есть. Данная аппаратура в целом сложна в использовании, а самое главное – это ведение таких больных за видом тяжело. Новых аппаратов 30 штук. Они будут дышать за тяжело больных пациентов, чьи легкие сами не справляются. Пока в больнице осталось более 300 человек. Трое из них в инфекционном отделении с подтвержденным коронавирусом. Пациенты поступают у нас разные. Мы кому-то подтверждаем, кому-то снимаем. Это, естественно, психологический стресс всегда и для пациента. И поэтому люди занимаются своим делом врачи, пациенты лечатся. Я абсолютно уверена, что там будет благополучный, хороший исход. В 5-й городской подготовили не только оборудование и койки. Врачи прошли обучение. Теперь они умеют справляться со сложными аппаратами искусственной вентиляции легких и проводить первичный осмотр пациентов с подозрением на коронавирус. В больнице для людей с подтвержденным диагнозом могут освободить свыше 300 мест. Главное, чтобы они не понадобились. Дария Демилер. День с толком. День с толком.